Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Я начинаю такую новую рублику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтомника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры, можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силы, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важно ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так, 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 хорошо, ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я в этих книгах преподнес читателям, нигде нету, поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку пробовать и обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Ну а теперь вперед! Пример первый. Алексей Дмитриевич Лапза погибал от почечной недостаточности. Ранее у него уже удалили одну почку. У него был атеросклероз сосудов сердца и мозга, простуды и вообще затруднен на передвижении. В течение трех лет принимал противоводу. Похудел с 97 до 84 килограммов. Стал подтянут, энергичен, на лице румянец, как у молодого. Кожа на руках и шее гладкая, эластичная, без морщин. А ведь всего три года назад у него была крайне вязкая кровь, набухшие вены. Все эти положительные симптомы наглядно указывают на одно. Восстановление нормальных свойств коллоидных растворов нашего организма. А отсюда все поразительные эффекты.